период с 850 по 800 и годы до нашей эры ряд событий происходит не только в сирии например 845 год как раз первые надписи царя урарту сардури на аккадском языке то есть начинается собственно как раз во второй половине 9 века начинается царство урарту я про царство урарту отдельно делаю клип потому что был еще урарский язык уже то есть с этой культуре более-менее на канале тут уже знакомы и надо отдельно про них сделать без годов ну да они появились они в основном появились из-за того что постоянная агрессия в сирии на эти земли ассирия в поисках видимо металлов постоянно пустошает кавказ и вот эти кавказцы они пытаются сопротивляться сделали собственное царство которое будет с переменным успехом с этой серии воевать иногда будут у них хорошие результаты иногда они будут и побеждать также с 841 года у цима циане начинается по годам изложения событий и считается что с 841 года наконец-то китайской истории тоже на хронологически более менее известно но я пока ее не затрагиваю в этих хрониках там мелкие события формируется новое это царство джоу мелкие походы друг на друга но скоро дойду и до китая то есть примерно с этого века более менее история китая тоже до становится достоверной а не просто наполнены всяческой фантастикой а финикийцев следует сказать потому что как раз в эти годы основан карфаген и пик второй так называемый финикийской колонизации средиземноморья как ни странно вот это все нашествие которое уничтожило крупные цивилизации в тринадцатом веке они тоже разрушили и синякию но быстрее всех восстановилась именно финики и после этого то есть вот в этот период темных веков когда крупные царства хецкая разрушена египетская тоже в принципе разрушена завоевана там ливийцами берберами так далее в упадке находится а сирия тоже там где-то вот у себя сидит в основном в ашуре не выходит из него вот в этот период расцвела финикия видимо потому что они были торговцы и всячески крупные государства теперь им не мешали потому что предыдущий период эта территория находилась в составе египта то составе хеттов то воевали друг другом хетта с египтом томи то не там появлялась в общем все эти силы видимо грабили так и иначе финикийцев а теперь никого не стало никаких крупных государств финикийцы вышли на свободу как раз в это время вот между этими веками они начинают активно колонизацию осуществлять всего средиземноморье в общем-то на средиземноморье они господствуют финикийцы это гаппла группа ж2 то есть это действительно древние коренное население ближнего востока также как и подлинные евреи то есть эти коренные коренное население именно палестина тех те евреи которые там крины playing стиль и потому что сейчас много смешано генетики у евреев в современных потому что это была религия а не национально зрительно сейчас она действительно снова как национальность формируется но в общем финикийцы родственные евреи они говорили на семитском языке похожим достаточно на еврейский видимо связи с этим часть еврейских националистов нашего времени пытаются marc финикийцев приписать тоже евреям хотя это неверно прежде всего библейски потому что библия четко отличает евреев от финикийцев обвиняет финикийцев язычестве и более того она возводит на них скорее всего ложные обвинения библии сочиняют что якобы финикийцы приносили в жертву детей что совершенно не подтверждается библия на самом деле негативно относится прежде всего к семитам то есть в основном все народы с которыми там евреи воюют это семиты поэтому тенденция евреев распространять все достижения семитов именно на евреев она совершенно цинична потому что как раз евреи воевали в основном с семитами и библия призывает изгнать как раз семитов хананеев из палестины других имеется ввиду как раз вот носители рамейского языка финикийцев и так далее и против семейской культуры традиционной библия категорически настроена она считает языческой призывает уничтожать традиционных божества этих самых семитов которые почему-то сейчас приписываются якобы что они тоже были евреи и так далее финикийцы были известны как ремесленники из достижений ремесленники они освоили производство стекла и делали красивые всякие изделия из стекла которые продавали эти самые стекляшки постепенно они выдувное стекло стали делать помимо этого они были известны как работорговцы как раз когда греческие государства погибли после нашествия народа в море там лафа пошла для работорговцев то есть финикийцы устраивать там набеги или как-нибудь там секретно воровали этих греков и продавали по всему миру но как во временам гомера у греков снова государства стали сильные они стали отбиваться от этих работорговцев и о них с одной стороны ненавидели с другой стороны у них письмо усвоили то есть контакты были у греков активно с этими финикийцами финикийцы первоначально пытались использовать аккадскую письменность которой было много иероглифов потом они решили что это долго все эти иероглифы писать и перешли на известный финикийский алфавит однако спорят изобрели ли финикийцы алфавит потому что там не было знаков для гласных и таких условиях можно считать в принципе это что это слоговая письменность который просто как бы слог он состоит из согласного и непонятно какого гласного но это потому что языки семитские их можно писать одними согласными собственно алфавит реально действительно изобрели греки которые также использовали знаки для гласных финикийскому алфавиту я еще вернусь потому что я планирую вообще обзор по семитским языкам как раз в апреле как раз вот по этим в том числе обзор отдельно финикийского языка чем он походит не походит на иврит иврит будет арамейский вот эти все западно семитские письменности планирую все подробно как раз в апреле все осветить все с тем что идут как раз вот эти семитские цивилизации и естественно нужно рассмотреть их языки финикийцы придерживая как раз традиционной семитской религии то есть они поклонялись силу и асерат балу это важнейшее божество семитская традиционная которая как раз сторонники библии всячески уничтожали весь его культ астарта мелькарт анад и другие традиционные божества утверждение библии о том что они практиковали человеческие жертвоприношения и в особенности детские жертвоприношения не подтверждается археологически хотя из-за того что библия это говорит постоянно пытаются всячески вот ученые все-таки доказать что библия права и так далее но вот это к сожалению тот ущерб который религиозная мракобесие продолжает наносить науки просто вот в связи с тем что те кто придумали библию они ненавидели на самом деле традиционные культы семитов они сочиняли всякие гадости что традиционные культы семитов предполагают принесение детей в жертву и так далее приписывают и финикийцам и кому угодно это просто пропаганда и причем пропаганда примерно 2 века до нашей эры и пропаганда на самом деле антисемитской потому что это дискредитация традиционных культов семитов но вернемся к колонизации причины колонизация первоначально были торговые то есть они основывали точки с которых они торговали там основном металлы которые находили широкий сбыт в передней азии но позднее они начали туда переселяться и уже где-то к девятому веку который как раз мы рассматриваем основном у них переселенческая колонизация то есть они расселялись какой-нибудь там бедный человек он мог куда-нибудь уплыть и станет стать там богаче получить там землю и так далее основной митрополии был тир но также и другие города библа седон которые расцвели еще в древнеегипетские времена были посредниками между египтянами палестиной вот эти города сохранялись и сирии и вот они стали крупнейшими колонизаторскими городами довольно сложный вопрос насколько тир сохранял власть над своими колониями то есть сам тир полагал что они вот по всему миру правят то есть тирская держава они отправляли туда своих представителей могут иногда этих представителей посылали обратно то есть видимо какая-то власть метрополии было но ее на практике было трудно осуществить в особенности никак они не правили карфагеном карфаген как раз вот в эти годы в конце 9 века основан карфаген был основан на позиции официальной власти тир и поэтому там сразу короче поселились те кто тир не признавал и тир они так и не признавали то есть карфагена не контролировали хотя карфаген семитский город который восходит к тиру конечно но карфаген еще конечно будет много то что они будут еще с римлянами воевать героически упадок всей этой колонизации естественно нанесли ассирийцы о чем я рассказываю ассирийцы более жестокие они неоднократно грабили потом этот самый тир и естественно все это могущество осеникийцев она закончилась когда возродились цивилизации то есть крупные империи возродились и все это лафа для этих торговцев работорговцев всех этих прекратилось они их ограбили города их разрушили и поставили там наместников которых систематически грабили поэтому все это финики из казавочка свернулась и началась греческой потому что греков не грабили греки делали что хотели и они стали как раз главными торговцами и колонистами тоже по всему средиземном море делят на два этапа 12 11 века до нашей эры это вот этап который сразу после нашествия народов море и в это время они аж до южной испании расселились они в это время селились активно как раз греции греция опустела так что у них были определенные попытки закрепиться прям вот на эгейском море они дошли до гибралтарского пролива столпы геракла они называли там основали город гадес который сейчас известен как кадис на этом этапе их в основном интересовали драгоценные металлы в обмен на всякие ткани и прочие товары и в некоторых случаях они сами захватывали рудники и там значит на рудниках что-то добывали постепенно это все становилось к не колонизаторским то есть переселением и вот 9 7 века это считается второй этап финикийской колонизации во многом связаны с тем что на востоке формируется империи эти самые сирийские и народ уже бежит в колонии и от сирийцев от этих в девятом веке потому что уже в начале девятого века сирийцы уже прошлись там и погромились хорошо по сирии кроме того проблема у них возникает уже возрождаются греки греки им не даются лица на своей территории выбивают их оттуда усваивают их культуру при этом и также была создана тортисийская держава то есть испанцы на юге испании создали свое государство я не знаю смогу ли что-то про них там рассказать я немножко про язык рассказывал что известно но мало все известно о них язык и не расшифрован письменно которые были захвачены самими испанцами то есть не захвачены контролировать Испанцам разрешали селиться с другой стороны Испании, там было много колоний финикийских и карфагенских, с той стороны Испании, которая к Средиземному морю относится. В Сардинии особенных каких-то властей не было, в Сардинии они много селились. Корсика, это все районы, где можно было. На тот момент их интересовали именно земли, поэтому они и в Францию проникли повсеместно. То есть где, где им не сопротивлялись местные жители особенно, они пытались основать колонии, там распахать землю, создать свои тоже государства, которые формально могли признавать, что они управляются тиром, но реально сами управлялись. Это значит финикийцы. Сынок предыдущего этого деспота, Салманасар, продолжил дела своего отца. То есть в общем Осирия в своем репертуаре и даже усилил все это. Салманасар III еще дальше развил эту всю державу. Он опять начал с Урарту, в котором как раз возникло государство уже. То есть они все восстали, так как их там немилосердно грабили эти Осирийцы. Они восстали, своего царя сделали. Но Салманасар с них и начал в 858 год до нашей эры. Очередной поход на Кавказ, где он уже упоминает, что там есть цари, которые с ним упорно воюют. Сжег деревни, прям полностью выжигал, которые подчинялись этим царям местным. Видимо цари вели партизанскую войну, потому что он постоянно пишет, что они где-то там от него скрываются. Они бегали за ними по горам и жгли все деревни, которые поддерживали партизан. Также были у урарцев там укрепленные крепости, которые штурмовали осирийцам. Осирийцы, взяв города, складывали кучами отрубленные головы. Это основной способ был устрашения на Кавказе у них. Но после того, как они посчитали, что они Кавказ покорили, хотя он тут же восстал, после того, как они ушли, они ушли и двинулись опять в Сирию. Они двинулись в Северную Сирию, обвинили там всех, что они восстали. 17 тысяч арамеев угнали в рабство. В Сирии образовалось две коалиции, северо-сирийская и южно-сирийская. То есть это коалиции городов, которые воевали против осирийцев. Они восстали, потому что признавать власть осирийцев, это практически все им отдавать. То есть грабили осирийцы там просто до конца. Если уже это их территория, то они просто начнут ее систематически грабить. Если восстанешь, уже, по крайней мере, какое-то время они грабить не будут. Правда, они придут всех убивать. Вот в 857 году опять осадили Картимиш, который уже брал папочка этого Салмонасара. Царь Картимиша огромную им даню платил. 90 килограмм золота. Где они брали золото? Я не знаю. 90 килограмм золота, 2 тонны серебра, меди, железа и так далее. Но вот, вероятно, финикийцы торговали по всему Средиземному морю. А вот эти вот ребята из Картимиша и прочие сирийцы каким-то образом получали эти все металлы драгоценные у финикийцев. После чего все эти драгоценные металлы доставались ассирийцам просто даром. Ну, вот в 857-й, 856-й годы он воюет в Сирии. Он там пытается тоже делать колонии, то есть пытается поселить там точечно ассирийцев. И чтобы эти колонии стали административными центром. То есть селить там воинов, селить чиновников. И эти чиновники управляют уже этим ограблением этого региона систематически. Но власть ассирийцев точно была жестока. Никакой выгоды от того, что вошли в империю, сирийцы не имели. И они постоянно против этой империи восставали. Но он пытался систематически организовать именно власть и ограбление территорий. Чем отличались именно сирийцы. То есть вот хетты они как бы включали в свое государство. Там какую-то такую автономию давали и все такое. А сирийцы не считали этих всех арамеев за равных себе. Угоняли их в рабство и жестко грабили. Ну, вот после побед в Сирии он повернул опять на Урарту, которая опять восстала. Опять разбил это все Урарту. Увел в плен руководил многих знатных людей этого царя Араму. Но сам царь Арама убежал. Урартики. Захватили столицу Урартру и сожгли. Опять построили там горы из отрубленных голов. Причем часть голов они на кольях поставили. То есть как это выглядело? Куча голов навалена. Рядом колья стоят и на колья тоже мертвая голова. То есть демонстрации там были жестокие. Я думаю, что еще вводили местное население смотреть. Значит, в этих горах Урарту Салмонасар также строил памятники. То есть построил огромное изображение своего величества с надписью о своих подвигах. То есть суть там была вся полностью в устрашении. Он не только там навалил горы трупов, этих черепов. Он еще там ставил памятники со своими рожами, с подписями. Раз они там освоили письменность ассирийскую, значит, он им еще и надписи делал. О том, что он тут самый главный и самый страшный. Ну, в общем, царь-то от него убежал. Он все бегал по горам за царем. Всяческих других царей там местных тоже ловил. Брал крепость и опять напал на Хубушке. И опять осадил и захватил крепость эту в Хубушке. 3000 человек взял в плен. И наконец ушел к себе в Ассирию. Ну, царя он так и не поймал этого оставшего. Ура, то оно возродится. И оно будет продолжать им проблемы доставлять. Ну, формально он заявил, что он всю территорию присоединил, хотя реально там продолжалась партизанская война. То есть вот эти заявления, что они покорили Урар, то у них постоянно делаются ассирийцев, но, скорее всего, фактам они не соответствуют. Так, а, ну вот после этого, значит, опять он повернул на Сирию, где опять создали союзы на сей раз. Был в основном Южно-Сирийский союз против ассирийцев. И вот там впервые упоминаются цари Израиля уже достоверно. Ахав там поучаствовал из Израиля. Ну, вот это был мелкий там, длинный список этой коалиции. Мелкое царство, вот где-то там в Палестине, в горах, которые даже не контролируют, скорее всего, побережье, на котором палеостемляне продолжали оставаться и так далее. Ну, вот, да, тут уже впервые упоминаются цари действительно достоверно. Израиля, там какие-то государства у них, значит, есть. Они участвовали в этой коалиции южно-сирийской. Было крупное сражение при Каркаре, когда Салмонасар III разбил всю коалицию сирийских и палестинских всех мелких царей. Утверждая, что он разрушил полностью этот город Каркар, что он убил при этом 14 тысяч воинов, возможно, преувеличивает, но в целом он их действительно победил, то есть достоверно они ему подчинялись. Далее он повернул на Вавилон, который как раз был, там были разборки какие-то в Вавилоне, он в них поучаствовал, и Вавилон формально был автономным, но фактически это все входило в империю. Поскольку у них культура восходила к Вавилону, в Вавилоне Салмонасар более-менее себя культурно вел, приносил жертвы богам, демонстрировал, что он восстанавливает законного правителя, но в целом они входили в Ассирийскую империю, были обязаны там данью, войсками и так далее. Он не ставил в Вавилоне свои гарнизоны, но это часть империи все равно. Вернувшись из Вавилона, опять он пошел в Северную Сирию, видимо они восставали всякий раз, когда он уходил, судя по всем этим историям и сирийским, потому что опять штурмовал Киркемиш, который уже раз в 5-7 брали, опять он там разбил всех, кто там подошли на помощь Киркемишу, опять откуда-то он взял у него дань, и на этом этапе начинается про то, что он начал брать дочерей в качестве дань, видимо, думая, что раз дочери будут у ассирийцев, то эти все перестанут восставать. Затем он двинулся опять на Урарту, где опять он на всяких скалах гор начал свои высекать изображения, опять он сжег там деревни, потому что царь Урарту опять вернулся, опять все восстали. Тем временем на юге начались войны между Южным Союзом, то есть Южный Союз распался, где Дамаск, как раз входил Ахав, Израиль, вот они между собой начали воевать, и израильтяне как раз, то есть то, что потом будет называться евреи, они выступили даже на стороне Ассирии, то есть они послали Салманасару дары. Ну, тогда, значит, Салманасар вернулся, взял Дамаск, значит, ему подчинились на этой стадии Израиль, Тир, Исидон, то есть Палестина и Хиникия тоже, значит, подчинились, сами дань ему прислали. Вот там, да, он упоминает этих тех же царей примерно еврейских, которые в Библии известны, но, как правило, Салманасар говорит, что он их унижал, что он там насиловал их дочерей и все такое. То есть он их считает мелкими, какими-то горными племенами, которые все обязаны платить данные сирийцам, если они не воюют, то правильно делают, если они воюют, то их надо жестко подчинить, как он кавказцев подчинял. Он их не считает серьезными противниками, серьезным противником он считает кавказцев, с которыми он воюет, а это мелкие князья. То есть вот эти все истории Библии про всякие там чудеса иеговы точно никак не подтверждаются сирийцами, которые не считают бога израильтян чем-то серьезным, однозначно. У них там свои боги вавилонские, которых они действительно уважают. И вот вавилонян они как раз боятся, думают, что там культура, и что за них там боги стрянут серьезные. Значит, ну, в общем, дальше все в том же духе, после того, как он присоединил Сирию и Палестину, в основном воюет он с Урарту. То есть вот кавказцы упорно ему не подчиняются. Он опять все время пишет в своих этих летописях о победах над Кавказом, видимо, это у него. Но вот судя по всем этим историям, где всякий раз все деревни Кавказа сожгли, и потом они снова все вернулись, вероятно, не сильно-то ежгли эти деревни. Вероятно, просто жители уходили. Этот дурак там сжег их пустые дома, они потом возвращались. Я думаю, что такая история. Потому что описываемое разрушение Кавказа в ассирийских летописях, это явно уже на пять раз можно уничтожить Кавказ. Вот эти все 50 городов Урарту опять разрушили в 827 год до нашей эры. Откуда там эти города все время возникают? Я думаю, что преувеличены эти тексты ассирийцев, это пропаганда, это их не фашистская. Ну, ладно. В общем, кончилось с тем, что где-то в 827 году, после всех этих походов многолетних, уже около века, получается, ассирия воюет против всех, была построена империя, 26 провинций, была построена единая иерархия военная. В провинциях сидят его прям чиновники, по возможности туда переселяют какие-то отряды, там стоят гарнизоны, и эти гарнизоны систематически крабят все население, все подчиняются царю ассирийскому. То есть была построена именно империя, очень централизованная, во главе с единым царем. Однако кончилось тем, что в самой Ассирии было восстание в 827 году. 27 городов Ассирии восстали. Старший царь этого Салманасара, которого не назначили наследником, он же и восстал. И, в общем, Салманасар так и не смог этого мятежа подавить, а только его сын, которого назначил наследником, он там победил и восстановил опять империю. Ну, по итогам этого, да, к 827 году мы имеем серьезное централизованное государство, которое охватывает Палестину, Сирию, Финикию, Ассирию, в принципе, весь современный Ирак при формальной автономии Вавилона. Ну, Вавилон... Автономия заключается в том, что Вавилон не разрушают каждые 10 лет, как Аркемиш. А так-то они полностью на Дании, и все такое входят они в состав государства. И вот достаточно проблематично, насколько он все-таки завоевал это самое Урарту, с которым в основном они воевали. То есть 60% войн это Урарту. И постоянное заявление, что они все там точно разрушили, каждые 5 лет делают. Сходили на Кавказ, все разрушили точно, навалили горы трупов. Потом опять, через 5 лет опять Кавказ восстал, опять пошли, разрушили, навалили горы трупов. И, в принципе, в следующем веке примерно та же история продолжит. То есть, насколько они подчинили действительно Кавказ, из этого всего непонятно.